Итак, добрый день, уважаемые друзья. Матч комментирует Борис Стариков. Время 12 часов 19 минут. Это 23 марта 2016 года. Среда, четвертьфинальная матча в женском и денежном районе. Фермирует второй категории УТЕ. Возрастной категории 14 лет и моложе. В третьем сете встречается София Рич в Беларуси. И представительница России. Спортсменка Химфельская академия Влада Петровская. 1-0 ведет белорусскую спортсменку. Струтим сете по 15 на ее подачу. Мяч Чиркнул. В первую линию 40-15 на подачу украинской, белорусской спортсменки. В очередной раз отметим, что девушка проповедует одинаковый теннис. Абсолютно одинаковый теннис. Абсолютно одинаковый теннис проповедует. Плосковатая игра. Безупречные физические данные. 2-0 ведет София Рич в третьем сете. Петровская не хватает вращения при выполнении этих ударов. Вот это как раз плосковатая техника. Это удар, который, в общем-то, должен быть на вылет. Но высокой часть сетки он ее не переваливается. Абсолютно одинаковый теннис. Викой Ганампадской из Беларуси. Вика в 3-1 во втором сете подойдет в 15-м лунную подачу. Очень качественный теннис. Видите? Вид обезупречный. По 30-ти. Первый матч не проходит. Удивительно попадает мяч прямо в девятку Сложный мяч, особенно здоровая спортсменка Больше на подаче российские спортсмены и получает на вылет с приема вновь ровно. Ошибается Петровская. Идет первый матч. Петровская отдает свою подачу и проигрывает 0-3. На первом корте Конопадская погибает. У нее больше. Первый мяч не проходит. Петровская. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И так работают у Вики Меды, безотвечный. Седина вообще ничего не видит. Сетка была, он продолжает судить, молчит. Непонятно судейское решение, не было никакой стирки. Вика отрабатывает великолепно. Отрабатывает каждый мяч. Молодец, безупречный. Не надо было Вики пробивать. Нужно было просто играть в середину площадки. Через коридор в один удар нет смысла бить в данной ситуации. Для недоходов. Вика. 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 Класс. Вика. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok По пустому мучу немножко не заработала, надея на российской спортсменке. На втором корте 1-5 Петровская уступает. Не безупречное судейское такое ощущение с этой точки, что мяч таки зацепил линию, но судья решение принимает в пользу Конопадской. Странное. Странное решение. Но российская спортсменка не сдается, она уберется. И срывая стрелем, Конопадской ведет 4-3 во втором сетте. На третьем корте. На втором корте. У Петровской по счете 1-5. 15-30. Как девушки играют. Как девушки грибуются. Фантастика. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. 40-15. Компадская. На второй корте. Обогаче Владу Петровской. И он пока что уступает по геймам. 1-5. И берем 2-5, Влада Петровская выступает в третьем сете. Подает российские спортсмены, Мария Шишарина, счет 0.30 на продаче и 3.4 на успехах. Как качественно проделать через коридор? Безутрочный. Словой теннис при не выдающихся технических данных за счет техники правильности Дополнительная российская спортсмена выполняет удар на вылет. Бежит, бежит, бежит. Безутрочный. Вот то, что должно быть. Удар с воздуха. Везет представительница Беларуси и 30-0. При счете 5-2 в третьем сете. 40-0 на подачу головы для спортсменки. Аут. Ошиблись. Вика. Петровская в третьем сете. На втором корте этот. Петровская проведет мач. Ошибкой Петровской завершается матч. Петровская проигрывает со счетом 2-6, третий сет, а с ним и матч. Следующий круг выходит представительница Беларуси. Заслуженно. Мы смотрим продолжение матча. Рука и Конопадская в Беларуси, которая подает еще только 15. Которая первая подача, мощный удар заднего вида, еще и мощный удар. Я как-то скажу полный чай. Немножко ваут, ничего страшного. 15-30. Как хорошо поставлена техника у российской спортсмена. Так, Мария играет хорошо. Так, играет хорошо Мария. Единственное, ошибается, чтобы подмещаем. Ну, здесь нужно немножко чуть больше атлетизма, для того, чтобы этот подметик, этот умирающий мяч, с полку. По 30. Меньше на подачу Конопадской. Коротится Викол Гудрид, видимо. У меня российская спортсменка показывает великолепные морально-волевые качества, техническую подготовку. Борется. Несмотря на все, в общем-то, в игре, спортсменки, спортсменки, в общем-то, еще обе находятся в игре. Причем моральное приведничество, наверное, сейчас на стороне Марии Шушариной. Я сижу. Я вот. Причем морально-волевые качества. При счете 4-5. При счете 4-5 в автовом сети. Мария Шушарина, Россия, подает на то, чтобы остался в матче. Вика Конопадская принимает. Мария Шушарина дает двойную ошибку. Мария Шушарина дает двойную ошибку. Мария Шушарина дает мягкую подачу. Мария Шушарина дает мягкую подачу. Мария Шушарина дает мягкую подачу. Ошибка российской спортсменки. 15-3. Непонятно, зачем это снилось, но Кларов пытался сыграть горку, при этом это не средняя для нее игру. И вот уже ошибка российской спортсменки и первый матчбол у Никиты Конопатской. Виктория Конопатская, Беларусь, одерживает победу в матче против новой шишариной России. Счет встречи 6-1-6-4 в пользу Никиты Конопатской. Ну, в общем-то, заслуженная победа белорусской спортсменки. С вами был Борис Стариков, который комментировал данные матчи с Горков.